Ровная новая дорога протяженностью 800 метров, а также уличное освещение появились в селе Татарское по улице Луговая. Жители этого ждали больше 20 лет. И вот это стало возможным благодаря федеральной программе комплексное развитие сельских территорий. На ремонт дороги было выделено 1 миллион 700 тысяч рублей, а на освещение 530 тысяч рублей. Новое благоустройство жителям сделали всего за две недели. Очень рады и рады возможности, что появились такие государственные программы, при помощи которых можно сделать эти дороги. И не только дороги. Очень довольны. Вообще классно все сделано. Молодцы. Ребята вот соседи. Они же на скутере, на всяких, на самокатах. Вообще идеально просто. Они радуются. Просто даже за ребятишек приятно. За себя, за соседей. Программа комплексное развитие сельских территорий позволяет строить социальные объекты, жилье для работников агропрома и социальной сферы, газифицировать села и деревни, благоустраивать сельские территории, возводить новые детские спортивные площадки, обновлять уличное освещение, тротуары и пешеходные дорожки. Мы очень рады, что эта программа помогла реализовать давнюю мечту жителей Татарского. Но приятно то, что они сейчас полны энтузиазма и горят желанием уже выйти с новыми инициативами, порешать какие-то еще проблемы. И будем их обязательно поддерживать. Цвет, дорога, газ – это то, что составляет основу комфорта проживания на селе. В самом райцентре Дальнем Константинове уже сделана дорога на улице Комсомольская. И ведется укладка нового асфальтового покрытия на улице Дружбы. Общая стоимость проекта – 1 миллион 800 тысяч рублей. Это очень хорошо. Улица Комсомольская, она такая, как бы одна из центральных. То, что сделали, это замечательно. К больнице дорога, к фоку дорога. Ну, дорога жизни, будем так говорить. Это очень здорово. Здесь положен так называемый евроасфальт. И на сегодня вы видите, в каком исполнении дорога. Данную дорогу, если та уже 20 с лишним селе стояла, это гораздо дольше прослужит. Улица Дружбы не является центральной. И долгое время была засыпана щебнем. Сейчас дорогу расширили до 4 метров и укладывают асфальт. Надо отдать должность жителям улицы. Они очень содержат придомовые территории в хорошем состоянии. Буквально вы видели, все газоны выкашены, посажены декоративные деревья. Поэтому я считаю, значит, и на сегодня жители этой улицы получили хороший подарок. В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов напомнили, что в текущем году на реализацию проектов программы комплексное развитие сельских территорий в Нижегородской области планируется направить свыше 1 миллиарда рублей, что почти в два раза больше, чем в 2020-м. Ольга Абрамова, Ренат Бикбаев. Время новостей.